На прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде заложено аварийно-спасательное судно проекта MPS V06M, получившее имя «Певек». Раньше такие суда для нужд России строились в Германии на верфи Nordic Yards Wismar GmbH в городе Висмар. Чем отличается новый модернизированный проект и зачем вообще нужны такие спасатели – расскажем в этом выпуске. Пока существует судоходство как таковое, аварийные суда без работы не останутся. Они несут дежурство, чтобы в любой момент прийти на помощь терпящим бедствия, готовы принять на борт пострадавших моряков и сразу оказать им необходимую медпомощь. Силами таких судов можно ликвидировать разливы нефти и даже тушить пожары на плавучих или береговых объектах. Немаловажной является и исследовательская функция – с борта спасателей могут работать водолазы и запускаться глубоководные автономные аппараты для исследования морского дна и затонувших объектов. Также иногда им приходится брать на буксир потерявший ход суда. Так, в 2014 году буровая платформа GSP Saturn попала в сильный шторм, в результате которого была повреждена её вертолётная площадка и спасательная шлюпка. В тяжелейших погодных условиях на помощь ей пришло наше судно «Спасатель Карев» и приняло на борт экипаж, а затем доставило людей в порт в целости и сохранности. Первые два судна проекта были построены в Германии, третье достраивается на Амурском судостроительном заводе, а на Янтаре было заложено новое по модернизированному проекту. В сравнении с предыдущими судами новый проект приведён в соответствии с требованиями для работы в арктических морях и в штормовых условиях. Увеличена грузоподъёмность его грузового крана. 7-мегаваттная дизель-электрическая силовая установка позволяет преодолевать лёд толщиной до 1,5 м. В носовой части расположена площадка для вертолёта типа К-32. Также в России уже работают четыре судна проекта МПСВ-07, построенные на Невском судостроительно-судоремонтном заводе. Пятое достраивается на судостроительном заводе «Залив» в Керчи. Ещё четыре спасателя проекта МПСВ-12, также Невского завода, тоже давно несут свою службу. А пятое строится на Окской судоверфи. Такие способны принять на борт 150 эвакуированных человек и оснащены телеуправляемым необитаемым глубоководным аппаратом для работы на глубине до 3000 м. Согласно комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2025 года предусмотрено строительство 16 аварийно-спасательных судов ледового класса для обслуживания Севморпути. Так что новостями о закладке новых спасателей мы вас ещё не раз порадуем.